Как сообщает Министерство социальной защиты населения Кузбасса, в 2022 году в Кузбассе сохранятся все действующие меры социальной поддержки. Меры социальной поддержки на сегодняшний день, следующий слайд, пожалуйста, оказываются по 27 региональным, слайд нужным, и 22 федеральным нормативным актом. Это 175 видов мер. Получателями мер на сегодняшний день через органы социальной защиты является 777 тысяч человек. Следующий слайд. Расходы на финансирование мер социальной поддержки ежегодно растут. В 2021 году на эти цели направлено более 23 миллиардов рублей. Из них 48% это средства областного бюджета и 52% средства федерального бюджета. В первую очередь помощь оказывается семьям с детьми, многодетным, одиноким, инвалидам. Сегодня сумма, выделяемая из областного бюджета на эти цели, увеличивается. С учетом всех принятых нововведений по мерам социальной поддержки семьи с детьми, можно сказать, что сейчас выстроена стройная система оказания мер поддержки детям от 0 до 17 лет. Значит, меры предоставляются не только органами социальной защиты населения, но и в рамках перехода на социальное казначейство часть мер предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации. Основную помощь людям оказывают с учетом нуждаемости, и она зависит от уровня доходов. Это меры поддержки на первого, второго и третьего ребенка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, включительно на детей одиноких родителей. Для малообеспеченных многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, в том числе и усыновленные приемные дети, считается, в нас в области предусмотрены такие меры социальной поддержки, как скидка по оплате коммунальных услуг в размере 30%, единовременная денежная выплата ежемесячная – 1000 рублей, бесплатное питание один раз в день в период обучения для обучающихся с 5 по 11 класс. Также для этой категории предусмотрена бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет. В регионе выплачивается областной материнский капитал. Получают соцподдержку ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.